Привет, с вами Ресторанер. Мы получили очень много писем, возмущенных по поводу того, что вы, москвичи, совсем охренели, интересуетесь только своим городом, а где купить нормальное вино сельскому жителю, вы не рассказываете. Ну, не вопрос, мы отъехали от Москвы на предельно максимальное расстояние, километра 27, и даже упилили за деревню черная грязь, потому что здесь тоже есть магазин Ленты, и тоже есть свой Денис Руденко, который знает все про вино и обязательно нам расскажет. Здравствуй, Денис! Действительным образом тот же самый, что и в прошлый раз. Тот же самый, Денис, да? Да, добрый день. В прошлый раз, когда мы опубликовали ролик, вы написали огромную кучу комментариев, что что же мы так ограничились только пятерочкой, давайте посмотрим на другие магазины. Ну вот, мы специально взяли ленту, причем взяли ее в формате гипера, чтобы показать вам максимально большой спектр. В ваших суперах, в ваших магазинах возле дома, конечно, такого выбора может не быть. Не, может не быть. Но что-то из того, что мы найдем, наверняка у вас тоже будет. Отлично, отлично. А то меня уже замучили обвинением в том, что нас купила пятерочка. Ну вот скажи просто, откуда у пятерочки деньги, чтобы купить даже хотя бы одного из нас? Я уж не говорю там про меня, но тебя, да? Ну где? Ну вот им придется, я просто надо продать себе пятерочку, чтобы купить. Ну ладно, пойдем скорее в магазин. Пойдем, пойдем, пойдем скорее. Слушай, ничего себе, супермартик вообще для деревни, да? Это бипер, да. Большой. Так, ну вот, пожалуйста, ты в родной стихии. Расскажи, расскажи, что выбрать. Мы добрались до винного отдела. Я должен честно сказать, лента не является самым бюджетным продавцом. И вообще, когда я гляжу на ценники, я понимаю, что именно по качеству цены лента уже отстает от своих конкурентов. Не по качеству, а по количеству цены, я бы сказал. По количеству цены. Тем не менее, если смотреть на акционные ценники, то в прошлый раз нас упрекнули, что мы мало обговорили про игристые. Да, пожалуйста. Вот, соответственно, ганчо Просека, сухое Просека с небольшим уровнем сахара, 589 рублей. Акционная цена по карте ленты. Это является на сегодняшний день на Просека вполне адекватной ценой. Да, и хорошая скинька, потому что 947 было, а там 989. Это не самая минимальная цена, но тем не менее, за такую цену это вполне совершенно адекватно. Многие стесняются заглядывать на нижние полки, но это не про нас. Мы не стесняемся заглядывать на самые нижние полки. И на нижней полке мы сейчас видим российское игристое вино, Шато Тамань мускатное. В этом вине примечательны две вещи. Первая вещь в нем примечательна, это год урожая, 2018. Еще месяц небольшим назад это вино было виноградом. И, соответственно, это первая часть. Оно сейчас очень яркое, очень ароматное. Дело в том, что мускатные сорта винограда, которые используются для этого вина, они тем ярче и тем интереснее, чем моложе. И вот сейчас самое время, чтобы не хватит и вино. И вторая вещь, это, конечно, его цена, это 339 рублей, что, в общем, не может не радовать. Да, да, согласен с тобой, пойдем дальше. Кстати, Денис, ты знаешь, у нас периодически жалуются богатые читатели, что типа мы там все рассказываем, как бы в средний класс, как бы нищебродов, а им бедняжкам никаких советов. Может, найдешь что-нибудь подороже, но со скидосом, чтобы он приятно. Надо сказать, что супермаркеты вообще не самое богатое место для выбора таких дорогих вин. Но, тем не менее, в магазинах формата гипермаркет есть и весьма дорогие бутылки. Так, 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 что ты там нашел? И это Ширас, австралийский, из Южной Австралии, долина Макларен. Так. Так, винодельня достаточно такая культовая, которая называется Two Hands. Это два успешных винодела, у каждого из которых был свой собственный проект. Собрались и устроили то, что сейчас модно, знаете, как в пивном мире, коллаборацию. И они вот в четыре руки сделали Ширас, который называется Two Hands Angel Share, доля ангелов. И это один из самых мощных, красивых и ярких Ширасов. Цена, конечно, ломовитая, но по акции, в принципе, уже заметная скидка получается. И для тех, кто предпочитает выпить одну бутылку там за 2-3-4 месяца, но пускай это будет очень топовая бутылка, это вот сейчас очень хороший вариант. Так, пока ты там мечтательно выбираешь, а вот скажи, что ты думаешь про маркетинговые ходы? Вот, например, смотри, что здесь написано. Здравствуй, Лоусон, Новый год. Они что, считаешь, что Лоусон это жопа? Ну, вот, по-видимому, да. По-видимому, это такой честный маркетинг, да? Ну, как-то, как-то, как-то вот нехорошо, мне кажется. Хороший продукт, не виноват. Ну, да. Ладно, продолжим. Двигаемся дальше, и мы находимся возле пулки с красными винами. И здесь из интересного можно отметить следующее, что, во-первых, очень большой, достаточно большой выбор российских вин, но ценник на них, на всех практически совершенно запределен. Вы редкую бутылку увидите ниже тысячи. Поэтому отсюда я вам ничего даже рекомендовать не возьму. Несмотря на то, что вины есть очень хорошие. А выберем мы что-нибудь более доступное. Давай, скорее выберем доступное. Начнем мы вот с этого вот места. Косечи, да. Леха Косечи, 2016 год. Это вино без выдержки в дубе. Это молодое. Но к этому времени оно бутилировалось молодым. К этому времени уже оно достаточно созрело из-за того, что оно хранится в бутылке. Производитель такой средней руки, не самой крупной в риохе, и в то же время не самый маленький, который, в принципе, гарантирует очень нормальный уровень качества. Цена 499 рублей вполне прекрасная. Не просто вино, а вино сразу с рекомендацией. Это вино, на самом деле, достаточно простое, как сорт винограда, сорт мюскаде, не очень яркий, не очень мощный. Но зато, если вы любитель всяких морепродуктов в максимально сыром виде, различных моллюсков, мидий, устриц, суши, роллы, там, все остальное, то это вот для вас прекрасный вариант. Это вино с выдержкой на дрожжевом осадке. Вино урожая 2016 года, самая западная часть долины Луары, сорт Милон де Бургоне, он же мюскаде, цена 500 рублей. Отлично. Сейчас мы говорили про мой любимый лично сорт рислинг, и в этот раз мы, конечно же, не пропустим его без внимания. Так, давай не пропустим. Соответственно, опять же, Германия, регион Рейнгессен. Это очень простой, очень легкий рислинг, собранный в пору как раз созревания, неперезрелый, поэтому вино достаточно такое кислотное, вино достаточно хрупкое, не очень насыщенное, но в то же время очень, которое хорошо чистит рот, когда вы едите. И поэтому, если у вас жирная рыба, какой-нибудь карп, то вот это вот отличный вариант. Я думаю, они это будут писать теперь на всех бутылках. Почему нет? Потому что наше вино просто создано для того, чтобы чистить рот. Создан для того, чтобы чистить рот после рыбы, да. Гениально, да гений просто, маркетолог. Так, а что ты скажешь про вот это? Ну вот, чтобы у вас не осталось впечатления того, что все русские вины, безусловно, глубоко переоценены. Это, в общем, не всегда так. Часто это так, но на самом деле есть такие варианты. Винодельня виноградники Гайкадзора, которая находится между Анапой и Новороссийском, гораздо ближе к Анапе, в прибрежной зоне. Виноградники посажены уже достаточно давно, порядка 8 или 9 лет назад. И, соответственно, шардоне очень простое, без всякой выдержки в дубе, зато достаточно насыщенное, достаточно интенсивное, очень выразительные характеристики сорта. Я вам честно скажу, когда я летаю через аэропорт Анапы, то я захожу в бар, где подают побокально эту позицию, беру себе пару бокальчиков шардоне в ожидании посадки и прекрасно себя чувствую. Молодец. Так, а что ты здесь толпился-то? Да, а вторая бутылка, которую я из отечественного хотел бы вам порекомендовать и показать, это Каберне Солнечной долины. С советских времен у нас существует устойчивый миф, что сухие вина в Крыму сделать вообще невозможно, так, чтобы они были какие-то там хоть сколько-нибудь минимально пристойные. Почему? Так вот это вот полный миф, ну, как бы считается, что князь Лев Голицын там когда-то все перепробовал, все пощупал и сказал, не, будем делать только крепленые. Надо сказать, что со времен Лев Голицына прошло более 100 лет и технологии выращивания винограда и производства вин, они шагнули намного-намного далеко вперед. И вот это вот Каберне, за деньги, которые оно стоит 400 рублей, это абсолютно удачнейший выбор. К любому там жареному мясу, к мангалу, к стейкам, к шашлыкам, к чему угодно еще. Так, подожди, слушай, а ты вот как-то хвалил эту фанагорию, фанагорию, как делал мне ударение-то правильно? Вообще говоря, по-гречески фанагории, если я правильно понимаю. Ну и... Да, и вот сейчас, кстати, в ленте очень удачный момент для того, чтобы покупать предтоповая линейка, выдержанная в настоящих, опять же, дубовых бочках, никаких заменителей, никаких вариантов. Линейка Криллер Монт Каберне 2015 года, уже весьма и весьма зрелая, вину три года. И обратите внимание, опять цена 399 рублей, для этой линейки, для этого вина, это просто отличный вариант. Спасибо. Вина Нуар, довольно крупный производитель, Ханс Байер. И это вино для тех, кто не любит очень мощных, очень насыщенных, этих очень концентрированных. Это вино будет очень лёгкое в теле, вино будет бледное, достаточно в окраске, вино будет не очень терпкое, не очень мощное, не очень концентрированное и достаточно кислотное. Это вина такие, которые в принципе, очень имеют сложную, богатую достаточно ароматику, когда они стареют. Но это вот базовые, вводный уровень. Ну и за свои 550 рублей, конечно, может быть абсолютно легко рекомендовано в покупке. Опять же, Германия, опять же, Рейнгессен. Рейнгессен, хотя и не лучший регион для этого сорта, но это вино вполне заслуживает свое. Как вы могли уже, наверное, заметить, я, в принципе, люблю регион Риоха. И вот в последние годы в Риохе появилась винодельня Мацу. В том плане, что не то, чтобы она появилась, а появилась у нее линейка, которая состоит из трех вин. Мужчин, Крианса, Резерва и Гран-Резерва, где изображены три лица людей, мужчин. Для самого молодого вина изображен молодой человек, для более выдержанного вина изображен человек среднего возраста. И на третьем вине, которого здесь нету. Но деда, видимо, купили, да? Да, видимо, деда купили, изображен такой совсем уже пожилой человек. И вот на сегодняшний момент в ленте очень хороший вариант именно на Мацу Аль Пикарда. На мальчика. Аль Пикарда, да, на мальчика забыла молодое вино, 799 рублей. У него, вообще говоря, такая нормальная ценовая ниша. Это 1100-1200. Ну вот здесь сейчас 800 рублей, что является великолепным предложением. Что ж, я думаю, что если еще поставить бутылку с твоим портретом, его тоже купить. Спасибо. Слушай, кстати, пока мы вот это вот все снимаем, мне тут пришел очередной вопрос на ресторанер. Парень спрашивает, а какое вино нужно купить для девушки, чтобы прям этим же вечером все получилось? Ну, девушки, конечно, очень разные бывают. Кому-то надо там какой-то изысканный бордоний, биол, там, да, или что-то еще. Или 7 литров в Балтике. Да, да, или 7 литров в Балтике. Вот. Но почему-то бытует такое мнение, что вот сладкое будет в самый раз, да, чтобы так и расположиться, да. Так, так, так. Ну и что, почему? Ну и самыми дорогими сладкими винами мира являются, конечно, вины, которые делают из замороженного винограда. У нас с вами есть Айсвайн Рислинг, это российское вино, сделанное в кубанской зоне. Ну, это, наверное, не дорого, это российское и кубанское. Нет, оно, наоборот, очень дорого. Дай-ка посмотрим, да, подожди, подожди. Че? 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 1250 рублей, при этом я хочу обратить ваше внимание, что это полубутылка 0,37. Это не бутылка 0,35. Это даже не 0,5, то есть это еще кидалово по поводу размера. Это не кидалово, потому что это вино делается из замороженного винограда, виноград замораживают, и в замороженном виде прессуют, и вот все, что не замерзло в замороженном винограде, отправляются, перебраживают на вино. И, соответственно, поэтому на производство одной вот такой вот бутылки вина нужно там 7-8 килограммов винограда. А, понятно. Поэтому... Да, но зато результат будет. Ну, оно гиперсладкое, оно прям очень свежее, оно имеет такую прям структуру жидкого меда. Это вино у легкого-легкого, но оно прям реально маслянисое. Слушай, а если гиперсладкое, то она, скорее всего, всю бутылку не выпьет. Экономия? Отлично. Да, это экономия. Спасибо, Денис, спасибо тебе от моего зрителя и читателя. Спасибо, Денис, спасибо тебе от моего зрителя.